Я как член комиссии по распределению грантов абсолютно был уверен, что центр поддержки, пререспубликанский центр поддержки, он как бы создан был изначально для того, чтобы действительно оправдывать свое наименование. Там есть люди и немало людей, которые получают заработную плату из бюджета. Но столкнувшись буквально в этом году с такой несправедливостью по распределению денежных средств. Я собрал заседание совета и рассказал об этом ситуацию. Совет рекомендовал мне выйти из состава комиссии, что я, конечно, и сделал. Поэтому в чем я вижу вот эту несправедливость по перераспределению денежных средств? То есть что такое денежные средства? Гранты. Это тогда, когда люди создают рабочие места, которые будут точно работать, покупают оборудование за свои денежные средства. Не так, как сейчас вот получилось. Раздали денежные средства, но распределили, а они потом будут их использовать. А предприниматели, которые ко мне обращались за грантовой поддержкой, часть из них наоборот сделала. Они уже создали рабочие места, купили оборудование, подготовили бизнес-планы, заплатили за эти бизнес-планы. Насколько я теперь понимаю точно, когда я начал разбираться. Что это такое? Пришли в центр поддержки. Центр поддержки отправляет их, идите вон туда, сделайте там, отдайте туда денежки. Люди идут туда, отдают деньги. В итоге им говорят, а нет, вы не проходите. То есть, как это так? То есть, получается, 105 заявок было примерно, значит, принято, да, в этом году. Изначально 30 человек должны были получить. Ну, денег всего было на 30 человек. Значит, чтобы конкурс не объявлять и не делать конкурс, взяли 70 отмелить. Нашли кучу причин. Мелких, ничтожных, иногда поддельных, а 30 оставили. Как так? Я был возмущен на комиссии. Подождите, это не серьезно. Как это так? 30 человек оставили, а где гранта, а где конкурс, а где... И вообще, для меня это стало просто нонсеном. Нонсенс. То есть, люди ко мне обращаются, да, предприниматели, создают рабочие места, повторяюсь, да, создают, тратят денежные средства. Мало того, они же не знают еще, что их ожидает. Они же еще не понимают этого, все те начинающие предприниматели. Значит, я так предполагаю, что деньги выделили именно тем начинающим предприятиям, ОООшкам, да, параллельным структурам, так будем говорить, которые уже существуют где-то кто-то, да, дядя, тетя, создали параллельную. Я вот удивляюсь, каким образом они прошли. Если люди, которые не прошли, работали официально, работали с сайта, работали с бизнесом, с налогами Макарова «Бизнес и право», да, это единственная, будем говорить так, организация здесь сегодня, которая получала денежные средства, получала гранты, делает журнал «Бизнес», да, там и «Право» или как он называется. И если они не знают, как делать, тогда, извините, а кто знает? Мне очень трудно определить, значит, центр поддержки предпринимательства. Собрали там детей, будем так говорить, которые никогда в жизни не видели предпринимателей, не занимались предпринимательством. О чем они могут вообще говорить? Что они могут собирать? Какую помощь они могут поддержать или оказать предпринимателям? Да никакой. Да они для чего там созданы? Для передачи. То есть передатчики, да? А зачем? Тогда надо взять просто-напросто, я так предполагаю, надо взять просто-напросто, объявить конкурс или-то, и сказать, направляйте бизнес-планы по почте в Министерство экономики. Все. Я считаю, это будет справедливо. Вот на этот раз очень много людей пришло. Я же их консультировал не сам от себя, да? А я их перед тем, как проконсультировать, я сначала позвонил там руководителю центра поддержки, позвонил заместителю министра, позвонил начальнику центра или отдела предпринимательства предпринимательства Республики Хакасия, Министерства экономики. Ник. Ноль. Как это так? То есть они мне говорят одно или вообще ничего не говорят, прячут, понимаете, информацию. То есть от члена комиссии прячут информацию. Для чего? А я что туда? Пришел для того, чтобы галочку поставить? Несерьезно это. То есть начальник центра поддержки предпринимательства там есть такой, да? Кто он такой? Я его первый раз слышу и не вижу. Он никогда в жизни ни практику не имеет предпринимательства, я так понимаю, да? Вот в бумажках в лес туда, ему дали команду, значит, отобрать 30 человек. Он отобрал. Как он их сделал, это его задача, да, его проблема. То есть это не его проблема, это проблема предпринимателей, молодых. Сегодня молодые предприниматели не могут открыться, не могут по-настоящему, значит, работать, да? А старые уже уходят на пенсию. А кто будет работать? Кто сегодня будет работать предпринимателем? Вот все старые нормальные люди, они уже год-два, и они на пенсии. И все. А молодых нету. А те и есть молодые, у которых мать или отец работает, они помогают еще. Это не значит, что они поднимут экономику или дадут налоги в республиканский бюджет. В лучшем случае, если они их заменят. Да, дай бог, если они их заменят. Скорее всего, это и будет так. А где те молодые люди, которые желающие отработать? Вот ко мне же обращались два человека, которые купили оборудование, да, которые набрали людей, создали рабочие места, уже работают и не получили. А как мне теперь в глаза глядеть? Кто получил там люди? Проверьте, идите, посмотрите. Они же, посмотрим, как они отчитаются. Мне интересно, как они отчитаются, те, которые получили, или как отчитались те, которые уже получили. Вот интересно. Я не знаю, центр поддержки занимается этим? Нет? Нет. Скорее всего, нет, я думаю. Вот и все. То есть, как бы, понимаете, союз предпринимателей, который как бы в тесном взаимодействии работает как с начинающими предпринимателями, так и со всеми другими предпринимателями, да, вот в данном случае просто провал в отношении начинающих предпринимателей. Мы их готовим, мы их консультируем, мы их побуждаем на то, чтобы открыться, да, потому что у нас их закрываются, наоборот, тенденция идет к закрытию. Мы их пытаемся убедить, что надо открыться, надо работать, надо не бояться. А их раз и ударили по рукам, и по ногам. Что дальше делать, я не знаю. Центр поддержки я бы убрал просто, он не нужен. Понимаете, из практики он не нужен, он только называется громко. А что он делает? В общем, в министерстве должен заниматься. Конечно, в общем, в министерстве экономики сделать одну должность, или двух там человечков, которые, они и так уже есть, понимаете. Они уже есть там, они собирают, они проверяют. Там есть такой Денис, значит, Анатольевич, да, который собирает бумажки сразу оттуда напрямую и все делает. Как он там делает, я никто не знает, понимаете. Он приносит на комиссию уже готовые протоколы, и все. Конечно, у меня все есть данные. Я имею в виду, что все протоколы есть за предыдущие годы. Но, опять же, мне не понимаете, мне до того стало стыдно сейчас глядеть в глаза предпринимателям, вот тем, кто молодые, кто только открылся, да, поэтому я ушел с этой комиссии. Потому что я понимаю, что недобросовестно. Все, недобросовестность стопроцентная. Как там работать? Как глаза глядеть людям? Я же в республике живу. Если бы я сегодня здесь, завтра там был бы, тогда бы мне все равно было бы.